В 45 километрах к югу от центра Мельбурна есть городок под названием Франкстон. Он раскинулся вдоль залива Филипп-Бэй. С холмистых участков, где расположены элегантные вилы, открываются изумительные морские виды. Вдоль ручьев бушует напитанная влагой растительность, уютные бухточки прячутся под обрывами. Лесные посадки окружают небольшие озера. Флюгер моих ветров Стрелкою оловянной Нити моих путей Вычертим без труда Роза моих ветров Слишком уж постоянно Дует один туда Дует другой сюда Дует один туда Дует другой сюда Стрелкою о mor Portugal Сотрый там Каждый осенний Лес Плачет в моем дворе Слезы мои в дожде Наверняка имеют Максимум в сентябре Максимум в сентябре Максимум в сентябре Максимум в сентябре Реки моих надежд Так полноводны в мае Разве ж виновен я В том, что из года в год Реки моих надежд Пообмелев впадают В море моих забуд В море моих забуд Местный фольклор предполагает, что город был назван в честь трактирщика по имени Фрэнк Стоун, Который содержал отель на углу тогдашней Пойнт-Непиан-Роуд, сейчас Непиан-Хайвей, и Хастингс-Роуд, ныне Дэви-Стрит Большую часть территории между Мордиалоком и Сиффордом в 19 веке занимало огромное болото, и это затрудняло проезд к Фрэнстону В 1846 году Джеймс Дэви приобрел большой земельный участок, который простирался от Оливер-Хиллс до залива Дэвис Томас МакКомб, приехавший во Фрэнк Стоун в 1852 году, купил большой участок земли в этом районе и много сделал для развития местной рыбной промышленности Пирс был построен в 1857 году, из 50-х годов 19 века до появления Мельбурнской железной дороги в 80-х годах этот район превратился в небольшой рыбацкий поселок По оценкам, в 1860-х годах во Фрэнкстоне проживало около 30 человек, а в окрестностях целых 200 В 1874 году во Фрэнкстоне была построена государственная школа В 1880-м – механический институт и бесплатная библиотека В 1881 году открыт первый банк После открытия Мельбурнской железной дороги в 1882 году Фрэнкстон превратился в морской курорт Во Фрэнкстоне прошел первый австралийский скаутский слет в 1935 году Это был единственный слет в Австралии, на котором присутствовал основатель скаутского движения сэр Роберт Баден Пауэлл Жители Фрэнкстона обладают свежим чувством юмора Во время пандемии в 1920-м и 1921 годах Фрэнкстон превратился в улицу Довольно симпатичных огородных чучел Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Иногда вас поджидают неожиданные встречи, например, такие Музыка Музыка Субтитры создавал DimaTorzok Музыка Или еще более неожиданные, как вот это Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok